Здравствуйте, Александр Юрьевич. Расскажите немного об истории УЗИ-сканеров Саносайт. Добрый день. Сканеры Саносайт, которые вы здесь видите, производятся компанией Саносайт, которая на сегодня принадлежит такому производителю, как Fujifilm. Год назад произошла покупка этой компании. Изначально эти сканеры были созданы для американской армии, и производитель Саносайт поставляет эти сканеры в Россию с 5-летней гарантией. Гарантию он дает не только на сам прибор, а также и на датчики, если на них нет механических повреждений. Поэтому, продавая эти приборы в России, мы осуществляем и обязаны осуществлять гарантию на любой проданный прибор в течение 5 лет, включая все датчики. Изначально приборы были созданы для американской армии, для использования в поле, в различных сложных погодных условиях, и для того, чтобы как можно быстрее обследовать солдат и спасать их в поле при получении каких-то ранений. Первый прибор получился, он уже не производится, назывался Саносайт 180. У нас есть заказчики, которые покупали прибор 8 лет назад, и, используя этот прибор, с удовольствием возвращаются и покупают новый прибор. Но само то, что прибор проработал в руках у доктора 8 лет, говорит о многом. Он до сих пор работает, этот прибор, но качество изображения, конечно, садится со временем ультразвуковых датчиков. Но, в принципе, доктора очень довольны, и мы рады, что заказчики к нам возвращаются за этим оборудованием. Уже за новым. Александр Юрьевич, скажите, действительно ли корпус данных аппаратов настолько прочный, что если сейчас он упадет на пол, он останется в рабочем состоянии? Да, это действительно правда, и мы сейчас вам это продемонстрируем. Расскажите подробнее об аппаратах, которые сейчас присутствуют на выставке. Ну, мы представляем на рынке Российской Федерации не только аппараты производства компании Sonoside, но также еще аппараты производства компании SuperSonic Imagine, французский, основным коньком, которых является эластография с двиговой волной. То есть это единственный сегодня на рынке прибор, который позволяет получить вам информацию об исследуемом органе или ткани какого-то органа, который, в принципе, ультразвук не дает. Прибор дает информацию о жесткости исследуемой ткани, о твердости исследуемой ткани. Приборы представлены здесь и на сегодня. Это уникальный прибор на рынке. Вот эта эластография с двиговой волной работает на всех датчиках. На полостных, на линейных, на конвексных. Мы за три года, которые продаем эти приборы на рынке, поставили в Россию более 80 приборов. Скажите, проводите вы инструктаж специалистов, прежде чем они начнут работу на данных аппаратах? Да, конечно. Мы проводим весь, так сказать, оказываем весь курс полный услуг, которые необходимы докторам. Конечно, для того, чтобы люди начали нормально и комфортно работать, они, конечно, должны сначала получить прибор. Прибор должен быть смонтирован. А дальше проходит обучение. На место установки прибора приезжает доктор, который рассказывает, как управлять прибором. И в течение двух-трех дней смотрит с докторами, которые получили прибор, пациентов на месте, объясняя им, как управлять прибором, как подбирать режимы и как смотреть тех или иных пациентов. Александр Юрьевич, спасибо большое за интервью. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok